Я поняла, что нет звука. Мы начинаем с вами с самого начала. Скажите мне, есть ли появился ли звук? Появился звук. Итак, почему лев – царь зверей? Приятно тех, кто уже пришел, тех, кого я вижу. И мы поговорим, почему лев выбран царем зверей, и что мы с вами, евреи, а евреи – это те, кто, во всяком случае, конечно, от 12 колен и так далее. Ну, принято иуда, иудим, да, от иуды, вымпел, знамя которого – это лев на синем таком фоне. И что мы с вами можем от этого выучить? В туре символ колена иуды – это царской власти, машиеха. А в перкае вот сказано, что это символ самоопределения. Самоопределение – это гвура. Если мы с вами посмотрим, что лев на самом деле не является ни самым большим животным, слон, скажем, он больше, чем лев, а не самым тяжелым, и наоборот, не самым юрким, и даже, может быть, не самым хитрым животным, почему же лев является царем зверей? Давайте попробуем подумать с вами. Давайте оглянемся вокруг и узнаем, часто ли окружающие нас люди, успешные люди, мы с вами говорим про успешных людей, они являются или самыми красивыми, или самыми добрыми, или самыми богатыми, или самыми харизматичными. Мы часто видим, что успешные люди – это не то, что люди, которым Всевышний дал абсолютно все, и поэтому они являются успешными. успешными, да, и есть, счастливы они в своей семье или нет, да, но такие люди, они часто руководят и компаниями, и семьей, и так далее. Что же в них есть такое, да, почему они вот именно имеют какие-то вот такие качества особые, чтобы могли всем руководить? Так вот, качество льва – это умение брать ответственность на себя, уметь руководить своей жизнью. Такая удивительная вещь. Нам с вами иногда бывает плохо или тяжело. Иногда мы встречаемся с какими-то людьми, про которых нам очень трудно понять, как они могут себя тем или иным образом вести. И нам иногда кажется, что мы имеем право судить человека, который, по нашему мнению, совершил что-то неправильное. Мы иногда думаем, что мы имеем право взять на себя ответственность осуждения других людей, да. Иногда нам кажется, что мы лучше знаем, что такое правильно, мы лучше знаем, как себя вести. Так вот, если мы с вами говорим о качестве льва, да, царя, хозяина, о поступках льва, о поступках царя, да, то надо понимать, что человек, который действительно лев, он обязан судить как царь, да, уметь посмотреть со стороны и уметь судить. Ну, конечно, не все могут быть царем шломо, да, шломо о мэлах, но, тем не менее, умение рассудить правильно, умение увидеть со стороны – это как раз то, что принадлежит льву. И мне хочется привести некий пример из Торы. Может быть, я думаю, что многие из вас слышали имя Илиезер, да? Да, знаете, да, кто такой Илиезер? Ответьте. Персонаж из Торы, которого звали Илиезер, да? Да, тот самый Илиезер, который был рабом Авраама Вину. И знаете ли вы его родословную и как он стал рабом? Если мы с вами немножко вернемся назад и вспомним, да, что сначала отец Авраама, если вы вспомните, его звали Терах, да, то есть незадолго до рождения Авраама, Терах был главным визером царя Немрода, который был самым таким большим главным властителем того времени практически над всем человечеством, над всей землей, над всем земным шаром, да, из, понятно, царем. И вот в ночь, когда Авраам Авину должен был появиться на свет, астрологи и маги Немрода увидели некое знамение. Большая комета, которая стремительно пролетала по небосклобу, небосклобу, ну, и поглотила четыре другие звезды. И астрологи тогда предсказали царю, что в эту ночь родится ребенок, который достигнет необыкновенного величия, и потомство его навсегда унаследует все четыре стороны света. Тогда Немрод потребовал, чтобы Терах принес ему младенца. Он хотел его безотлагательно сразу умертвить, сразу убить, да, ну, зачем ему нужен опасный конкурент. Но Терах обманул его, он подменил Авраама на новорожденного сына одной из рабынь, которые были тогда во дворце. Если мы вспомним, то в эти годы царь Немрод возводил некую гигантскую башню в таком городе Бавель, многие знают про это, некое такое величайшее сооружение, которое должно было укрепить власть Немрода и показать, что он тот, кто властвует над силами природы, над всей землей, как я вам сказала, да, а также он хотел показать, что он властвует и над высшими духовными мирами, да, он хотел вот эту высокую башню подняться высоко до Всевышнего и еще выше. Мало того, Немрод объявил себя Богом и действительно установил некий культ поклонения себе. И вот в возрасте 50 лет Авраам, который возвращается в Урказдим, в дом своего отца, да, а отец его, если вы помните, был еще в это время, был визорем и полковником царя Немрода, да, то есть большой такой, очень приличный начальник. И кроме этого Террих еще являлся жрецом вавилонских культов. В его доме изготовляли и продавали идолов. Все вы, наверное, помните вот эту историю, как Авраам в отсутствии отца разбил всех вот маленьких башков и идолов, потом те, которые побольше, и оставил одного самого крупного, вложив молоток в его каменную руку. Когда отец вернулся, Авраам объяснил ему, что идолы подрались, подрались друг с другом, да, из-за какого-то там хлебного приношения. И вот самый большой вот с этим молотком взял, побил всех, разбил и так далее. Террих возмутился и говорит, ты смеешься надо мной, разве есть в этих изваяниях дух жизни, ведь они изготовлены по моему заказу из дерева и камня и ничего не чувствуют. Тогда Авраам ответил, папа, вслужившись в то, что ты говоришь. И в этот момент Террих решает, что он идет и жалуется на своего сына Немроду. По приказу царя Авраама заключают на 10 дней в темницу, а потом приводят на суд. Увидев Авраама, астрологи и маги Немроду сказали ему, что это и есть тот самый человек, о рождении которого они предупреждали его 50 лет тому назад. И когда Террих признался, что из жалости скрыл своего сына, то Немрод решает его наказать. Он ему предлагает, что если ты не хочешь поклоняться каменным богам, поклонись огню. Немрод предлагает это Аврааму, ведь огонь – это величайшая сила в мире. Что Авраам ему отвечает? Вода заливает огонь. Поклонись облакам, предлагает ему Немрод, который приносит воду, раз ты говоришь, что вода заливает. Кстати, у нас тут страшные ветра, жуткие просто. Вообще кажется, что небо спустилось, ветра, дожди. Я слышу в окно, как все это воет. «Ветер разгоняет облака», – возразил ему Авраам. И в конце концов Немрод приказывает бросить Авраама в огонь, чтобы доказать, что огонь сильнее невидимого бога Авраама. И вот делается огромная печь, и разводится невероятно невиданной силой огонь. Собирается, не было тогда телевизоров, не было на что посмотреть. Собирается большое количество людей посмотреть, как будут сжигать этого Авраама, который посмел протестовать против самого Немрода, против его идолов, его богов. Говорится, что там было практически 900 тысяч зрителей. Представляете себе? И женщины, и дети, и все были на крышах, везде, где только можно было. И по приказу царя Немрода с Авраама сорвали одежду, связали его руки, ноги веревками и бросили его в печь. Интересно, что когда его бросили в печь, то сгорели только веревки, которыми он был связан. А его одежда, он был в штанах, да, и плоть, они не пострадали. Он ходил по этой огромной печи, которая была на глазах у всех присутствующих, сказали, там огромное количество людей, да. Он ходил по этой печи, и это было в течение трех суток, да. То есть веревки, которыми он был связан, они сгорели, соответственно, развязался, не развязался, а стал свободным. Комментаторы говорят, что Авраам вошел в огонь, чтобы своей смертью осветить имя Всевышнего, и он не понимал счеты Всевышнего, да, счеты Творца. Почему надо погибнуть вместо того, чтобы нести в мир свет Торы, свет веры? Тогда еще не было Торы, но вера, он знал всю Тору, да. Поскольку он смог преодолеть свои естественные сомнения, для него было совершено чудо, которое изменило совершенно естественный порядок вещей. И поэтому на третий день казни, убедившись, что огонь не в силах справиться с Авраамом, Немрод приказал извлечь его из печи, но слуги не могли даже приблизиться к этой печи из-за того жара, который исходил из этой печи. И поэтому некоторые из этих слуг сгорели, и тогда Немрод обращается к самому Аврааму и говорит, ты сам выходи, служитель Бога, который на небесах. То есть в результате из них двоих кто поступил как царь, это Авраам. После неудавшейся казни Немрод вручает Аврааму множество даров, и среди них он дает ему двух рабов, один из которых – это Илеезер, который является сыном Немрода от рабыни. И вот этот сын самого великого царя того времени, про него говорится, что он стал рабом Авраама, он стал не только рабом Авраама, он стал его ближайшим учеником, он стал тем, кто руководит практически всем его хозяйством. И если поступок Авраама – это был поступок Льва, то в продолжении всей истории поступки Илеезера, который был сыном, как я вам сказала, самого царя Немрода, который был далеко не самым последним человеком в царстве, мы видим, что это тоже был поступок Льва. Потому что Илеезер полностью отстранил от себя свое понимание жизни, признав, что то, что он понимает, что он принимает на себя то, как думает его господин, потому что это желание Всевышнего. То есть из этого мы делаем вывод, что умение признать, что другой человек прав – это не слабость, это сила. Умение принимать и считать, что не только твои взгляды и мнения, они единственно правильные. Это является поступком Льва, тот, кто умеет владеть своим «Я» и вести себя как царь. Хорошего вам вечера. Желаю стараться делать правильный выбор в жизни, ведь Всевышний хочет, чтобы его народ был народом Льва, чтобы мы были народом царя. И каждый из нас внутри себя – лев, царь, человек, который может… Вот пришел в этот мир, это как некое зернышко. И вот если его посадить в правильную почву, он может вырасти большим деревом, принести потрясающие плоды своей жизни, своей жизнедеятельности. И действительно быть тем, кто выбирает. А иногда мы берем нашу жизнь, и мы сажаем себя в нехорошую, в неправильную почву, а потом удивляемся, почему ничего из нас не вырастает, почему ничего у нас не получается. Поэтому давайте стараться выбирать правильную почву, выбирать правильное место и пытаться действительно быть царями в этой жизни. Всего хорошего! Спасибо. Спасибо.